вот это вот я да мне нравится такие из бетона можно делать вот еще я не ломал Продолжение следует... А вот это на зодчестве не выставлялось? Да. Выставлялось, да? Я чувствую, что-то знакомое. Дайте мне вот этот домик снять. Так, прикольный. Необычный. А крыша не снимается? Нет? Снимается? Крыша снимается? Ага. Та-да! Здорово. Надо его куда-куда поставить. Мы его сейчас поставим. Скоро будет. Немножко додержим. А вот, если я вам сам проектирую, можно просто нарисовать. Ну, просто мы же проектируем. А что там проектировать? Я сам тут проектирую, просто нарисовать. Потому что, а мы возьмем, просто, сказать, дорого, значит, нам... Нам же интересно строить то, что мы проектируем, что дальше у нас получится, и так далее. А если мы просто будем чужой рисовать, значит, нам нужно делать только денег. Значит, мы запрошим какие-нибудь большие деньги, что компенсирует наши затраты, потому что мы люди возьмем в проекте, которые мы делаем, которые наши, и с этим нам важно. Поэтому я думаю, что вам нужно черкёжить. Или даже с чем-то. А черкёжить, примерно, скажите, сколько домен стоит или с чем-то. Ну, есть примерно 5 тысяч есть в чемпионах в области. Ну, зависит от того, вам нужно ли разработать. У вас картины или есть? А если 3D-минерализация? Да, вот такие все. Ну, копочек. Интерьер, интерьер. Это модель или чистая дезинфицированная? Дорогие. Ладик, спасибо. Пойдем. Большая кровля по площади. Солнечная панель вот здесь вот располагается. Здесь атриум большой. Атриум даже в зимнее время прогревается. Это не жилое помещение. Там просто находится кухня на таких помещениях. И там же гостиная. Он прогревается и прогревает спальню. Спальня как вас зовут? Артем. Артем? Артем. Знаете, в чем минус? Так, давайте. Я вот живу как раз в таком доме. Ну, не на 5 сторон. Нет, поменьше. Но когда кухня и второй свет, вот эти запахи все, они идут. Я когда вот уже переезжал из дома в квартиру, я обязательно изолировал помню всю кухню. А какая у вас вытяжка стоит? Ну, вытяжка так. Фильтр, вытяжка? Нет. Фильтр или вытяжка? Нет, ну, обычная стоит эта, и выкидывается весь воздух в этот дымотворный. Ну, понятно, что здесь гостиная. Кухня, она отдельная. Потом, знаете, еще что? Минус такой. Когда здесь происходит какое-то гуляние, когда в спальню входит, то все равно слышимость очень хорошая, через второй свет проникает звук. От этого никуда не сбывается. Дело в том, что, конечно, в каждом проекте там есть какие-то минусы, плюсы, но в любом случае это не является минусом для всех, чтобы вы понимали. То есть, например... Понятно, что если это для одного человека, то это шикарно. Почему? Здесь нет для того, это семейный все. Вот если семейный, то вот я вот... Здесь две спальни, две спальни. Следующий дом я никогда не буду делать, чтобы вот именно вот это вот. Ну, вот есть дома, где все раздельно. Но с другой стороны, вы смотрите, мы делали... Мы делали... В следующем году строится. На минуту, чем надо. Вот. Большая, потому что 1200 метров квадратных дома. Огромнейший дом. Заказчик большая семья, он сам захотел. Вот, я хочу, чтобы кухня там была, вот там вот, кухная стойка, чтобы здесь была всеобщая пространство. И проходила сюда. Поэтому, как бы, на вкус и цвет. С другой стороны, в этом доме, наоборот, все отдельно. Вот. Вот в этом доме тоже отдельно. И в тренировке, там обычная тренировка. Крыша не снимается? Это не снимается. Да ладно. Ты уже попробовал. Не снимается. Возьму ваш визит. А вот вы говорите, вы импровизируете... Визитка, вы берите вот эту семенную. и отстроите. Вы свою рулот закладываете уже в проект, да? Да. Вот. Мы строительство строительство мы строительство делаем депроектирование. Не за строительство. Строительство может использовать своих строителей, это будет в наш... Если исходит из нас за строительство, мы просто берем процент, 10 процентов и зайдем подряд. За то, что, как бы, контролируем то, что мы строим. У нас есть несколько баррикад, поэтому решайте вам. Мы, мы совершенно не навязываем строителей, абсолютно нет. у нас, как бы, основная идея еще в сентябре. Мы, правда, сейчас начали делать малые сентябрьные формы, мы делаем благоустройство. Если вы знаете район, как жилой комплекс Новомолокон, Каширка, 5 километров, хороший. Мы там делаем комплекс благоустройство. Да, мы разрабатываем бумагу, и все остальное сейчас строится очень хорошее. А где располагаетесь физически? Центральный архитектор, это... Гранатный переулок, в центре, между баррикад... Союз архитекторов России это надо? Баррикадная, баррикадная Кушкинская, Арбатская. Хорошая, не знаю. Хорошая историческая техника. Мне просто интересно, насколько коррелирует местонахождение с вот это окружающее пространство с тем, что человек творит те или иные... Абсолютно никак. Мы до этого год сидели в сети. Правда, небоскребе, правда, на втором этаже, но как бы в сети. И вот, потому что работали с ними, много чего делали. И что там, что там, архитектура не меняется. Помещение. Интернет везде одинаковый, да? Кстати говоря, в сети был интернет выше. Но там было сложнее добираться. Ладика, спасибо. Спасибо. Потому что на сайте не все показывают, не все выпадают. Вот тоже ландшафт, все-таки видишь. Скажите, пожалуйста, а вот такое разработать, это дорого? От 3 до 10 тысяч рублей за сотку без площади дома. 4 гектара. 4 гектара. Это 400 сантиметров. чем больше площадь, тем дешевле. 4 гектара. Сколько? Это неправильная постановка вопросов. За сотку вы сказали. дом, который жил везде встанет за 4 сторона. Мы рассматриваем самую приближенную территорию, то есть это та, которая будет больше всего эксплуатироваться. Это территория жизнеобеспечения. А остальные 4 гектара это территория парковая. И там совершенно по-другому считается все. 4 гектара и 30 домиков. Во! Вот с этого надо было начинать. Если эти 30 домиков будут одинаковые, тогда нам достаточно разработать один домик с близлежащей вокруг него территории, а потом вы его делаете шаблоном, меняя блоки. Потому что мы проект можем делать блочный, например. Вот, например, вот данный участок можно перенести на другую территорию, поменяв блоки местами. И все. Тогда достаточно вам разрабатывать не 4 гектара, а только 1 или 2 дома. В зависимости от того, какие у вас проекты домов. Сколько проектов? Разбережеван? Да. Есть, соответственно, размеры все. Но мы еще пока до конца не определились, как и что-то будем делать. Сейчас у нас какая-то зима есть, чтобы... Вот мы поэтому выходим в зиму всегда с предложениями, потому что мы проектируем в зимний период времени. А в марте уже начинается работа. Правильно. И все. У нас первая работа получена с коммуникацией и связью. Должны потом подключаться к этим коммуникациям, потому что и свет, и вода, и все это должны использовать. Но то, что вы мне показали, у вас там две максимально, скажем так, кардинально отличающиеся между собой концепции участков. уплиненные, вот такие уплиненные, остальные квадратные, строго квадратные и маленькие. Поэтому вам достаточно... Почему так переживали? Потому что, например, вот эта часть, вот эта часть, это выход к воде. Да, я поменала. И здесь охранная зона, если ничего не здесь уходит. Поэтому выделили отдельные вот эти участки, на них каким планом? Дома. разместили дома, да. Вот эти получили самые дорогие, а мы тут, наоборот, хотим самые маленькие посылки. Потому что, чтобы они не загораживали ведь тем, которые будут во второй и в третьем. Ну вот этот участок, например, и вот этот участок. Вот вам достаточно разработали два проекта для этого скаточного поселка, и у вас будет решена проблема с ландшафтом в лесу. Ну, можно вы все держите. Как вы зовут? Уже не